Здравствуйте! Тема урока «Множественный аллелизм». Сегодня на уроке научитесь применять множественный аллелизм при решении задач. Нельзя представить современную медицину без такого простого способа лечения, как переливание крови. На заре применения этого метода врачи просто перекачивали жидкость из одного пациента в другого. Последующие наблюдения за состоянием больных позволили сделать вывод, что не любая кровь подходит для переливания. Это было вступлением к открытию группы крови. Множественный аллелизм – это существование более чем двух вариантов одного гена. Он вступает как средство естественного отбора, то есть препятствует слиянию половых клеток организма, которые не смогут иметь жизнеспособного потомства. Примеры этого состояния – различный цвет глаз и окрас шерсти, форма ушей и носа. И этот же фактор влияет на то, какой будет группа крови у человека. Множественный аллелизм имеет определенные закономерности. Любой ген может иметь более двух аллелий. Вариант гена может возникнуть как из-за прямой или обратной мутации, так и из-за изменения дикого гена. В организме с диплоидным набором хромосом могут одновременно находиться два различных аллеля. Аллели находятся в доминантно-рецессивных отношениях между собой. Наследование аллели подчиняется законам Грегора Менделя. Множественный аллелизм – это одно из проявлений изменчивости генетического материала живых организмов. Одним из примеров такой изменчивости можно назвать наследование группы крови по системе АВ0. Эта система имеет определенные особенности. Имеется три аллеля гена Ай – это вторая, третья и первая группа крови. Данный ген расположен в девятой хромосоме. Аллели второй и третьей доминируют над первым, но между собой они равны. Согласно законам Менделя, доминантные гены проявляют себя как в гомо- так и в гетерозиготном организме, а рецессивные только в гомозиготном организме. Разные комбинации аллели дают четыре группы крови – 0, А, Б и А, Б. Они отличаются между собой антигенами, представленными на поверхности красных клеток крови. При этом в жидкой части крови постоянно циркулируют агглютинины. Это специфические антитела, которые не могут совпадать с агглютиногенами. Явление множественного аллелизма обеспечивает разнообразие фенотипических проявлений данного признака у человека. Группа крови является хорошим примером нормы реакции, так как не изменяется влиянием каких-либо факторов внешней среды. Множественный аллелизм – это мутации генов, которые персистируют в популяции. Одним из белков, который попадает под действием мутации, является резус-фактор. Наследуется этот белок по доминантному типу. При переливании крови или беременности может возникнуть резус-несовместимость. В этом случае кровь начинает сворачиваться и развивается ДВС-синдром. Кровь матери и плода проходит через ворсины хориона и не смешивается. Если во время первой беременности у резус-отрицательной матери развивается резус-положительный ребёнок, то в процессе родов его эритроциты с экспрессированными антигенами могут попасть в сосудистую систему женщины и вызвать аллергическую реакцию замедленного типа. Множественный аллелизм – это проявление одного и того же гена в разных физиологических вариантах. Существуют не только агглютиногены А, В и 0. Учёные выделяют более 200 агглютиногенов, объединённых в 20 групп. Это обуславливает неповторимость группы крови у каждого отдельного человека на Земле. Отличие этих групп от системы А, В и 0 в том, что в плазме к ним нет агглютиногенов. Наиболее важным являются агглютиногены RH, MN, S, PI и другие. В крови возможны различные комбинации этих антигенов. К счастью, при единичном переливании крови нет смысла учитывать все эти белковые молекулы, так как они не вызывают существенной генерализованной аллергической реакции. Однако при частых переливаниях не рекомендуется использовать кровь одного и того же донора. Как мы уже знаем, в генотипе человека всегда присутствует такое явление, как множественный аллелизм. Группа крови представлены антигенами А и В. Они состоят из белка и углеводов. Специфичность каждого антигена определяется концевыми фрагментами углеводной цепи. Для образования антигенов А и В необходима H-субстанция, за наличие которой отвечает ген H. Эта структура не является антигеном, так как имеется у всех людей на мембранных эритроцитах. У людей из первой группы крови есть только H-субстанция, но нет антигенов А и В. При образовании А-антигена к общему предшественнику с помощью фермента гликозилтрансферазы добавляется N-ацетилгалактозамин, а в случае В-антигена галактозный остаток. Генотипы группы крови человека. Генотипом второй группы крови могут быть как гомогометными и гетерогометными. Тип антигена участвует А. Признак на конце молекулы антигена находится N-ацетилгалактозамин. Второй группы крови генотипы могут быть как гомогометными и гетерогометными. Тип антигена участвует В. На конце молекулы антигена будет галактоза. Четвертая группа крови генотипы могут быть гетерогометными. Тип антигена участвует А и В. Признаки эритроциты имеют оба типа антигена. Первая группа крови имеет генотип гомогометный. Тип антигена нет. И на конце молекулы антигена N-ацетилгалактозамин или галактоза отсутствует. Знание генетического контроля групп крови имеет большое практическое значение и используется при переливании крови, а также в судебно-медицинской практике для установления отсутствия. У людей с группой 0 в плазме крови имеются гемоагглютинины альфа и бета. Группой крови А гемогглютинины бета. С группой крови В гемогглютинины альфа. У людей группы А и В в плазме нет ни альфа, ни бета гемоагглютининов. При этом агглютинины альфа специфически связывают и осаждают эритроциты с антигеном А, а агглютинины Б – эритроциты с антигеном Б. На их взаимоотношениях основана система переливания крови. Кровь группы 0 можно перелить всем людям. Кровь с группой А людям с группой А или 0. Кровь с группой Б людям с группой крови В или 0. Кровь с группой А и В можно перелить этой же группой крови. Примером множественного аллелизма у человека является также наследование резус-фактора – антигена, содержащийся в эритроцитах человека. Если в гетерозиготном состоянии имеется 2 или 1 доминантный аллель, антигены в организме человека образуются, и он является резус-положительным. Если генотип человека представлен двумя рецессивными аллелями, антигены не синтезируются, и человек с резус-отрицательным. При переливании резус-отрицательным людям резус-положительной крови возможны осложнения, обусловленные образованием антител к резус-фактору. Перейдём к решению задач. У мальчика первая группа крови, а у его сестры четвёртая. Что можно сказать о группах крови их родителей? Решение. Генотип мальчика G0G0. Следовательно, каждый из его родителей несёт ген G0. Генотип его сестры G-A-G-B. Значит, один из её родителей несёт ген G-A и его генотип G-A-G-0. А другой родитель имеет гены G-B и его генотип G-B-G-0. Ответ у родителей вторая и третья группы крови. Подведём итог урока. Изучили принципы формирования множественных аллелий. Множественный аллелизм – это существование более чем двух вариантов одного гена. Множественный аллелизм – это одно из проявлений изменчивости генетического материала живых организмов. Одним из примеров такой изменчивости можно назвать наследование группы крови системы А-Б-0. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok